шалом мои дорогие друзья с вами раввин каплан и речь сегодня пойдет о недельной главе не цави в этой главе говорится о том как приобщить наших детей к торе и о самых этих принципах о которых нам рассказывает тора и услышать дети их которые не знают этого и научатся бояться и любить всевышнего бога твоего во все дни и так далее почему тура подчеркивает все дни либо цель состоит в том чтобы соблюдение торы сохранилась поколения либо это утверждение о качестве нашего соблюдения тор то есть мы можем понять слова во все дни как выражение ожиданий в отношении того как именно мы должны использовать заповедь в отличие от того как мы следим за тем чтобы соблюдение торы сохранилась в наших семьях качество соблюдения о котором мы говорим дорогие друзья это последовательность многие заповеди должны исполняться ежедневно тем не менее у многих людей бывают подъемы и спады иногда мы стараемся изо всех сил а иногда отступаем даже если это очень так сказать по-человечески это не лучший способ у хафетсхайма есть притча которая описывает этот момент раввин встречает шимона приветствую тебя шимон как поживаешь уровень отвечает шимон я не желаю тебе этого я совсем более но шимон если посмотреть на тебя то можно увидеть человека который выглядит в самом добром здравии действительно говорит шимон сегодня я чувствую себя хорошо ровен но я страдаю от хронической болезни сегодня я могу чувствовать себя хорошо но завтра я могу проснуться с высокой высокой температуры я страдаю от этого уже довольно долгое время так что как видите я действительно очень больной человек говорит шимон так и с тем как мы управляем своей жизни если мы не последовательны важных делах это отражается на всей нашей работе даже в те моменты когда мы работаем последователь бог хочет чтобы мы исполняли его заповеди дорогие друзья с постоянным старанием энтузиазмом и продуманностью если этого нет то это говорит о нашей преданности богу его заповедях целом я считаю дорогие друзья что здесь необходимо подчеркнуть еще один важный момент тема отрывка передача верности богу детям которые не были в пустыне не пережили божьи чудеса и спасение это не то что можно сделать за один день с помощью хорошей лекции или вдохновляющего разговора это процесс мы ежедневно передаем это нашим детям они видят что мы считаем важным что мы делаем с энтузиазмом каждый день но конечно мы никогда не забываем приходить к праздничному столу многие скажут что день не приходится так сказать без просмотра любимого сериала или общения в интернете фейсбук ватсап и так далее именно это мы и передаем тем кто нам подражает то что мы делаем каждый день религиозно так сказать это то что для нас наиболее важно исследуя то что мы считаем действительно важным мы можем обнаружить что изменили бы некоторые вещи которые часто делаем особенно зная что поколение могут подражать нашим качествам перед рожжа шана дорогие друзья и емкий порам принято проводить самоанализ давайте спросим себя является ли пример который мы подаем тем примером которым мы гордились бы видя следующее поколение что мы должны продолжать дальше делать что нам надо исключить из нашего рациона так сказать каким должен быть подход к самосовершенствованию чтобы они слышали дети и учились во все дни этого и нам всем и желаю браха ватслаха ктива ваттима това будьте здоровы ваш раввин каплан